И снова здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала Науч Студии. С вами я, Сергей Качан. Сейчас я вам продемонстрирую удивительную вещь, которую, скорее всего, никто не замечал. А если кто-то и замечал, то напишите снизу под комментарий, под видео. А все знают обычную карту. Это обычная карта. Вот здесь у нас Африка. Здесь у нас находится Россия, тут где-то Европа. Давайте посмотрим на карту. Посмотрим обыкновенную Африку. Здесь мы сейчас зададим точку и померяем линейкой. Нажимаем правой клавишей мыши и устанавливаем ячейку. И ячейку измерить расстояние. И указываем ширину Африки. Вот, видите? Задаю ширину Африки. Не знаю, почему он такую дугу рисует. Мы ее сейчас немножечко выпрямим, чтобы она показывалась прямо. И что мы видим? Еще немножечко подтяну ее. Чтобы... Ну, так вот примерно. Давайте заглянем. Почти 8000 километров. Видите? Если кому-то не видно, я сейчас поближе подвину... Давайте вот так вот я сделаю. 7821 километр. Ну, и здесь эта цифра также определяется. Вот. А теперь посмотрим на карту России. Значит, это мы удаляем. Тянем сюда Россию. Вот, смотрите. Увеличиваем. Где у нас тут Россия начинается? Вот это Белоруссия. Значит, отсюда где-то начинается Россия. И протянем Россию. И померяем Россию. Также отмеряем, ставим, измерить расстояние. И тянем до самого конца России. Ну, так называемую по ширине. Так, нам опять показывает какой-то непонятный круг. Мы ее сейчас выровняем. Выравниваем, выравниваем. Чтобы минимум кривизны было. Так, ну, примерно выровняли. И что мы видим? 8000 километров. Удивительно, да? А как же так? У нас что? Африка. И Россия по ширине одинаковая? Разве такое может быть? Ну, это же глупость. Но цифры есть цифры. Давайте я вам поближе покажу, что я вас не обманываю. Каждый из вас на гугл-карте это может посмотреть. Вот, 8304 километра. Вот, чуть повыше. Цифра та же самая. Как же так-то? То есть, где-то нас дурят, получается, так что ли? Каждый из вас на гугл-карте или на яндекс-карте это может проверить, пожалуйста, самостоятельно. А теперь возьмем обычную линейку. Ну, это уж для простоты. Смотрите. Например, я уже заранее отложил здесь линейку, рулетку. Вот ширина Африки. Она почти 8000 километров. И Россия у нас тоже, получается, почти 8000 километров. А что же получается-то? Африка у нас такая же, как Россия. Ну, как же так получается-то? Ну, что-то нас где-то дурят и конкретно дурят. А теперь я вам, ребята, хочу рассказать одну интересную вещь. А военные самолеты и гражданские самолеты летают по азимутальной карте. Вот по такой карте. Ну, или по такой. Она очень напоминает плоскую карту. Я сейчас не хочу вас ни в чем уверовать. Там карта в виде плоской земли или шарообразной. И мне, честно говоря, мне все равно, плоская земля или шарообразная. В школе меня учили, что, когда я учился в школе при советских временах, нам преподавали, как земля круглая. А вот сейчас идет тенденция, что якобы есть заблуждение. Она все-таки плоская. Может быть, она на слонах или на черепахе там стоит. Конечно, над этим всем можно смеяться. Но по какой причине самолеты используют азимутальную карту? И по карте у них все хорошо проходит. Я еще одну ссылочку оставлю на очень интересное видео. Здесь, правда, написано «проснитесь». Здесь очень грамотно обрисовано, как самолеты летают на самом деле. И, честно говоря, я после того, как наткнулся на это видео, немножко покопался в интернете и нашел несоответствие карт. Советую посмотреть это видео. Оно небольшое, всего 19 минут. Здесь только аргументы и факты. И еще раз повторяю, мне все равно, шарообразная планета или плоская. Также есть еще один интересный аргумент. Это в 1893 году в библиотеку Конгресса США представлена карта плоской земли. Ну, если кому-то интересно, тот почитает, откуда она взялась, кто ее куда передал. Ну, в Конгресс США взяли и подарили вот такую вот карту, очень похожую на плоскую. Ну, давайте ее откроем, как она на самом деле выглядит. Скажем так, некая тарелка отпечаток в почве, в земле или еще что-то. Тут, я так понимаю, солнце, это, наверное, луна. И типа солнце ходит по кругу. Ну, с одной стороны, если бы солнце находилось сверху, то оно бы освещало полностью здесь, ну, вот этот вот диск, я не знаю, как впуклость, вогнутость в земную кору. И потом, предположим, просто фантастически, если есть вот эта вот вогнутая тарелка в неком почвенном составе, а может быть здесь где-то за гранью есть еще, еще где-то такой вот диск, может быть их 2, 10, может их там 100 штук. Я могу только предположить, и это чисто мое субъективное мнение. Тут что-то не так. Так же присутствуют аргументы, например, что корабль уходит за горизонт. То есть, земля должна быть сферической или вогнутой. То есть, есть аргументы, которые представляют собой, что есть некая вогнутость. Но если мы посмотрим вот на эту карту, ну, предположим, если она верна, а может и не верна, но здесь тоже есть вогнутости. То есть, небольшие. И потом у меня вопрос. А почему через Северный Ледовитый океан не летают самолеты? Ну, если смотреть на эту карту, то Северный Ледовитый океан, он вот по краю находится. Ну, опять же, я чисто абстрагируюсь. Предположим, что если это так. Ну, а как самолет может пролететь через Антарктиду? Если Антарктида, предположим, что вот она. А через Южный полюс, пожалуйста, самолеты пролетают. Ну, потому что он внутри. Вот здесь он плюсовой полюс. Он есть, и самолеты вот здесь могут летать. А туда-то как они попадут? То есть, а если это переносим на круглую Землю, то получается, что абсолютно мозаика собирается, и через Антарктиду, то есть, самолеты не могут летать. И все-таки есть вопросы к этой карте. Круглая она или плоская? На слонах или на черепахе? Все равно. По какой причине цифры Африки? Почему Африка у нас размером, как ширина России? Хотя визуально мы видим, что здесь Африка поместится в два раза. Что это было? Если у кого-то есть комментарии, напишите, пожалуйста, под видео. Может быть, у кого-то есть мысли. Но несоответствие идет по дальности километража. Причем очень существенное. Это измеряется в тысячах километрах. По какой причине-то это все происходит? Нас четко где-то дурят. Вы только вдумайтесь. С сегодняшними позиционными спутниками, которые с точностью до 25 сантиметров определяют координаты, вот такой вот маразм быть не может. А здесь ошибка составляет более чем в два раза. В тысячах километрах этого быть не может. Удивительная получается картина с картой нашей планеты. Что если планета у нас выглядит, например, вот так? То есть, в принципе, она круглая. А наша ячейка, например, вот эта маленькая закругленная тарелочка. Ну, допустим, вот здесь вот. А есть за пределами, например, другая земля, другая сота. Может быть, там люди еще с каменными топорами бегают. А вот следующие ячейки, там может быть трехтысячный год. А там за этой ячейкой, там может быть десять тысяч лет. И технологии у них другие. Опять же, я фантазирую, я не знаю. То есть, выглядит, допустим, вот, это, допустим, наша земля. Ну, то есть, наша ячейка, которую мы знаем. А соседняя, там может быть другая ячейка. Фантазия, не более того. Может быть, действительно куполом обнесено это все дело. А может и нет. Фантазия, не более того. Но, имеет место быть. Так как, по какой-то причине, здесь есть некое несоответствие. А как летают самолеты, это вообще умопомрачительно. И почему они используют плоскость при облете самолетов из одной страны в другую страну. Летают они по прямой. Самолеты летают по прямой и используют именно карту азимутальную. А нам преподносят круглую землю. Ну, мне это непонятно. Мне, я еще раз повторюсь, мне все равно, круглая она или плоская. Да, вот еще одно. По какой причине Антарктиду охраняют от обычных людей? То есть, вот эта вот Антарктида, ну, у нас на круглой земле она как в кружочке определена. А зачем ее охранять-то? Там же нет ничего. Однако, Антарктида полностью контролируется военными. И ближе, чем на 600 километров к Антарктиде, запрещено законодательством приближаться с любой точки страны. То есть, ее охраняют. У меня есть предположение. Опять же, я сейчас все фантазирую, не более того, для чего это делается. А что если люди узнают, что действительно есть купол, действительно это является ячейка, действительно вот мы живем вот в этой ячейке, а вот здесь вот, за пределами, есть другая ячейка, и где жизнь, возможно, лучше. А вот в этой ячейке она может быть хуже. И если люди узнают о том, что есть другие ячейки, появятся энтузиасты, которые попытаются перейти в другую ячейку, узнать, что там, как в исследовательских целях. Вы представляете, каким образом они людей, когда тысячи людей направятся по этому контуру. Они же их не смогут остановить. Поэтому, скорее всего, нам и была придумана круглая Земля. Ну, раз она круглая, с планеты же деваться-то некуда. А если бы вы узнали о том, что за пределами есть еще одна ячейка, как здесь, ну вот, другие ячейки, куда вы можете путешествовать, ваш энтузиазм появится. И вы попытаетесь найти тысячу способов, как достичь другой ячейки. Будете искать. А самое прикольное-то в чем состоит? Здесь обмесено толстым льдом. И фактически вам рассказывают, а там нет ничего, ребят, там просто льды. Поэтому и самолеты-то туда не летают. Так некуда ж летать-то. Вот и все. Опять же, это было мое видение. Ребята, если у кого-то есть реальные аргументы, пожалуйста, напишите под видео. Пишите обязательно. Мне самому интересно. Может быть, все, что я сейчас здесь придумал, может, это вообще бред. Или есть действительно подоплека аргументов. Потому что все, что я нашел, это картинки, фотографии, видео. Это с интернета чисто аналитический. Мой интеллект выдал такие результаты. Может быть, у вас есть какие-то аргументы. Может быть, кто-то там был за пределами. Может, кто-то вернулся. Может, у кого-то есть технология туда путешествовать. Не знаю, может, какой-то корабль есть, самолет. Может, квадрокоптер кто-то туда запускал, вернул обратно. Может, через подводную лодку. Все, что угодно. То есть, сейчас уже в науке и технике такие технические средства есть, что, скажем так, можно путешествовать. Ну и все. На этой ноте я заканчиваю. Спасибо за внимание. Кто посмотрел это видео, обязательно напишите свой комментарий. Как вы думаете, все-таки есть ли там дополнительные ячейки? Может быть, есть или нет? В общем, пишите. Мне в любом случае, любой комментарий будет интересен по этому поводу. Все. Спасибо за внимание. Кому понравился видеообзор, ставьте пальцы вверх. Не забывайте подписываться на канал. Вас еще ждет много интересного. Я постараюсь еще чем-нибудь вас удивить. Спасибо. Спасибо.